В объективе сферы туризма глава Карачаева Черкесии принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России ВСКФО. Незаконная рубка лесных насаждений в отношении жителей республики возбуждено уголовное дело за уничтожение вековых деревьев. Через десятилетия бывшие дошколят, уже став взрослыми, пришли на праздник, чтобы поблагодарить своего педагога-наставника из Карачаевска. Наш репортаж. Испытание «Аула. История на гайском мальчике в своем равном городском подростке» в российский прокат вышла семейная комедия. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева Черкесия» с вами Мурат Жанкиозов. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в СКФО, которое в режиме видеоконференции провел Юрий Чайко. Рассмотрены вопросы, связанные с выполнением плана мероприятий по реализации стратегии развития туризма на территории округа, деятельность органов исполнительной власти и правоохранительных структур по обеспечению безопасности дорожного движения. Юрий Чайко акцентировал внимание собравшихся, что Северокавказский федеральный округ обладает большим потенциалом в туристско-рекреационной сфере, который создает условия для развития практически всех видов туризма. Среди них культурно-познавательный, бальнеологический, горнолыжный, экологический, гастрономический, сельский, деловой, спортивный, автомобильный, промышленный. Опираясь только на официальную статистику, можно констатировать стабильный рост туристического потока в регионы округа. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике совместно с сотрудниками муниципального отдела МВД Карачаевский выявили факт нарушения лесного законодательства в приграничных районах, совершенный жителям Карачаева-Черкесии. В действиях данного гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «Незаконная рубка лесных насаждений». На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело в отношении данного лица. Пограничное управление напоминает жителям и гостям республики, что за незаконное уничтожение леса в зависимости от размера причиненного ущерба предусмотрена административная или уголовная ответственность. В рамках акции Народного фронта «Все для победы» гуманитарную помощь участникам СВО передало Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии. В рамках акции был объявлен сбор средств. Свою инициативу проявили и представители медико-социальной экспертизы. На собранные деньги приобрели тепловизор и квадрокоптер. Как отмечают представители регионального отделения Народного фронта, данная гуманитарная помощь будет передана нашим бойцам в зону специальной военной операции. Сегодня мы в рамках акции Народного фронта «Все для победы» передаем бойцам из Карачаева-Черкесии в зону СВО вот эти два прибора. Это тепловизор и квадрокоптер. Ранее мы объявляли сбор средств на эти предметы, откликнулись коллективы медико-социальной экспертизы и Федеральная служба судебных приставов. Деньги были собраны, мы закупили вот эти необходимые вещи, которые спасут жизни наших ребят. И отправляя, мы желаем им скорейшей победы, и чтобы они живыми, здоровыми возвратились в Карачаево-Черкесию. Это наша не первая практика в нашем учреждении. Руководитель нашего учреждения Аргнула Зурида Мухаммедовна очень активный человек. Участвует во всех, во всевозможных мероприятиях нашего региона, и не только нашего региона. Поэтому практика неоднократная, стараемся помогать. Тем более, это такая самая важная сейчас в масштабах нашей страны, ситуация, операция. Конечно же, мы участвуем, оказываем посильную помощь. Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской республике продолжается проведение мероприятий по оказанию гуманитарной помощи российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Мы подготовили специальный груз, который сегодня передаем региональному отделению Народного фронта. В Черкесске прошла акция «Белые журавли памяти». В ней участвовали сотрудники Росгвардии Республики и воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Акция проходила в Парке Победы Черкеска. Она приурочена ко дню памяти павшим на полях сражений во всех войнах, который отмечается 22 октября. Образ белых журавлей стал родным и близким для миллионов людей на нашей планете. Участники акции запустили в небо белые воздушные шары как символ мира в память о героях, погибших на полях сражений. Северокавказским округом войск Национальной гвардии РФ была инициирована акция «Белые журавли памяти». Мы всегда будем помнить, хранить память о наших предках, отдавших свою жизнь ради нашего с вами будущего, ради будущего России. В российский прокат вышла семейная комедия «Испытание аула». История о своенравном городском подростке. Съемки проходили в живописных местах Карачаевой Черкесии, Черкесске, населенных пунктах Кызылтогай и Адильхалк. О сюжете фильма и впечатлениях Дарья Тендит. По сюжету главный герой – 11-летний Тимур. Кроме соцсетей и видеоблога его ничего не интересует. Традиции родного нагайского языка не знает. Поспорив с отцом, он едет на месяц в аул к строгому дедушке. Там Тимуру кажется все странным. Мальчику пришлось адаптироваться к сельской жизни, попробовать национальные блюда, выучить нагайский язык, научиться управлять хозяйством и ездить верхом на лошади, а также подружиться с местной детворой. На самом деле было легко. Ну, конкретно, наверное, на лошади научиться кататься. Вначале было сложно, а после репетиции уже мы все проходили и уже по памяти играл. Вроде получилось. Фильм снимали на протяжении двух лет, рассказал генеральный продюсер картины. Он отметил, что в фильме не было профессиональных актеров, поэтому он и получился таким настоящим. Был детский лагерь, там очень много детей было, которые талантливые, разные. Мы их решили попробовать задействовать в этом. Есть дети, которые родные языки не знают, и нас этот вопрос тоже немножко, как сказать, беспокоил. И мы эту проблему в фильме тоже обозначили. В фильме поднимается ряд важных тем – прощение и понимание, важное сохранение родного языка. Авторы показали, что не только младшие должны извиняться, но и родители могут признать свою вину. Присутствовавшие гости высоко оценили и ждут продолжения семейной картины. На самом деле впечатление неизгладимое. Много слышала положительных отзывов. Решила сегодня сама посмотреть. Я в восторге. Огромное спасибо за популяризацию наших родных мест, родного языка, о том, что дети должны знать, почитать свой родной язык. Конечно, самая главная ценность и самый главный сюжет – это сохранение, приумножение родного языка. Спасибо вам огромное. Огромное. Фильм «Испытание аулом» взял гран-при 10-го международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль плюс». Критики оценили оригинальность психологических конфликтов. Картина получилась аутентичной, а в сочетании с трогательными и искренними моментами – легкой и смешной. Этот грант получили мы в Москве, защищая проект Министерства культуры Российской Федерации. И для нас принципиально важно, чтобы проект не только завершился сдачей фильма, а выходит в прокат. И после сегодняшнего дня этот фильм параллельно будет запускаться в 30 кинотеатрах по всей стране. И фестиваль, который прошел в Тюмени, еще один мощнейший стимул для нас двигаться дальше. Можно еще анонсировать, что уже готова заявка на вторую часть. Фильм поддержан Министерством культуры Российской Федерации, Фондом президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. И спортивные вести. Сегодня на стадионе «Нарт» состоится футбольный матч между командами «Нарт-Черкеск» и «Барс-Владикавказ». Это уже будет второй матч полуфинала. Игра покажет, кто сильнее. Руководство футбольного клуба «Нарт» приглашает всех болельщиков поддержать команду нашей республики. Матч состоится при любой погоде на стадионе «Нарт» в Черкесске. Начало в 18 часов, вход свободный. Нет ни одного человека, который не помнит своих любимых наставников. И такой для многих жителей Карачаевска стала руководитель детского сада номер 8 «Солнышко» Любовь Азретовна Семенова. Отличник народного просвещения, почетный работник общего образования России, заслуженный работник народного образования Карачаева Черкесии и инициатор экспериментальной деятельности в образовательной системе. Проходят годы, малыши взрослеют. И сегодня многие из дошколят, уже став взрослыми, пришли на праздник, чтобы поблагодарить педагога-наставника за большой человеческий подвиг, который она совершала на протяжении многих лет. Из Карачаевска репортаж Алла Динаевой. А я с вами прощаюсь. Хорошего настроения и всего доброго.